Это рассказ об удивительной кошке и ее необыкновенной судьбе. Взлеты и падения, помойки и бархатные подушки. В бедных кварталах ее звали Шамайкой, а в богатых – Королевская Налостанка. Цикл иллюстрации книги Юрия Коваля «Шамайка. Королева кошек» был создан художником Дмитрием Трубиным еще 20 лет назад. Однако произведение вышло свет лишь в прошлом году, а потому и было выдвинуто на конкурс «Образ книги-2014». Выдвигают, безусловно, своих авторов издательство, то есть это не кто угодно там захотел, тот и участвует. Нет, это показывают лучшие книги. Каждое издательство представляет своих авторов, своих художников, своих писателей. И вот так проходит. Во всяком случае, художник об этом может и не знать. Во всяком случае, я не знал абсолютно. Мне просто позвонили из издательства «Малыш», сказали, что я победил и могу приехать за дипломом. Вот и все. Сотрудничество Дмитрия Трубина и одного из самых известных детских писателей СССР и России Юрия Коваля продолжалось не одно десятилетие. В 96-м, за иллюстрацией к произведению «Недопесок», архангельский художник был награжден дипломом имени Андерсона. Мало кто знает, что на развороте знаменитой книги Коваля Трубин навсегда запечатлел флисовую пеленку своей дочери. И эти трубинские автоцитаты, встречающиеся, пожалуй, в каждой книге, не спутаешь ни с чем. Например, в Шамайке ими выступают наклейки газетных вырезок. И, естественно, в любом художнике, во всяком случае, во мне живут две стороны жизни. Во мне есть ребенок, когда я занимаюсь вечерами, делаю книгу. И во мне есть взрослый человек, обремененный своими какими-то мыслями, своими думами, своим мировоззрением, когда я делаю живопись. Мне доставляет наслаждение и то, и другое. Мне кажется, вообще человеку свойственно менять, хотя бы внутри своего дела, менять сферы деятельности. Эти рисунки не пестрят яркими красками. В них, как и в жизни, нет однозначных образов. Зато есть безграничный простор для мысли. По мнению Дмитрия Трубина, книги для детей не должны быть простыми. Предложите малышам произведение на вырост, и тогда им будет куда расти. А уж мнению иллюстратора, получившего всероссийское международное признание, можно доверять. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, Панорама Севера.